18 июня 1815 года, более 200 лет назад, произошло интересное сражение, битва, возле города Уатерлу. Это очень известное в европейской истории сражение. Почему? Потому что это было последнее сражение, в котором Наполеон участвовал. До этого он производил очень много войн, и это последняя его война, последняя битва. В этой битве участвовали две армии против французов. Английская под руководством генерала Уиллингтон и прусская армия под руководством маршала. Они две объединились против одной французской армии, под Уатерлу. Известная битва под Уатерлу. И весь мир следил за решением этой битвы. Почему? Потому что все уже подустали от Наполеона. Когда же его амбиции закончатся? Он терроризирует весь мир. И все следили за исходом этой битвы. И англичане, естественно, тоже. И для того, чтобы новости о результатах этого сражения передавались очень быстро, тогда не было телефонов, не было никаких спутниковых сообщений, все передавалось посредством световых сигналов. И вот закончилось сражение, и передают сигнал на корабли, потом через этот канал английский на остров Англии, или это материк, это остров, да? В общем, передают на землю, затем до Лондона сообщение. С корабля переходит такое, а в тот день был туман. В Англии очень много туман. И приходит сообщение, и с корабля передается сообщение на землю. По-английски «willington defeated». Если эти два слова переводить на русский, значит «willington разбит». Но в этот момент туман находит на корабль, и сообщение звучало «willington defeated». «willington разбит». Принимается это сообщение, передается в Лондон, по всей Англии. Траур, разочарование. Проходит несколько часов, туман рассеивается, с этого же корабля приходит полное сообщение. «Willington defeated the enemy». «Willington разбил врага». А концовка не была передана. И все поменялось, опять все, возрадовались. Последняя битва. Когда Христос умер, многие, не дослушав до конца, делают скоропостижный вывод. Печально. Но нам необходимо услышать всю историю. Потому что Евангелие не заканчивается смертью Иисуса Христа. Нужно дослушать до конца это сообщение. Враг побежден. «Христос воскрес!» Дорогие, христианство не основано на доводах. Оно основано на фактах воскресения Иисуса Христа. Многие, к сожалению, перевели исторический факт воскресения Иисуса Христа в категорию мнений, в категорию доводов. Но сегодня нам нужно рассмотреть это явление с двух сторон. Первое. Насколько это важно? Мы посмотрим на важность воскресения, и затем мы посмотрим на доказательство воскресения. Это очень важно. Зачем? Почему сегодня говорить о том, что это факт исторический воскресения? Для того, чтобы мы имели твердое основание, уверенность радоваться, а иначе печаль. Итак, обратим внимание на важность воскресения. 12, 13, 14 стихи. Во-первых, важность воскресения необходима для проповеди. Для проповеди необходимо. Посмотрите. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то есть Павел проповедовал воскресение Иисуса Христа, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых? Послание кому написано? К Коринфянам. Где город Коринф находился? В Греции. Кто такие греки? Это те самые бывшие философы, или еще находившиеся под влиянием философии. И вот эти люди пришли в церковь, ученики Аристотеля и Платона пришли в церковь и слышат проповедь Евангелия. Говорят, хорошо, воскресение Иисуса Христа мы как-то еще можем принять. Но вот воскресение нас, мертвых, это не вписывается в наши системы мировоззрения, нашей философии. И поэтому существовали два явления. Христос воскрес, мы не воскреснем. И Павел говорит, нет, нет, нет. Эти два явления, они гармонизируют, они требуют и одно, и другое. Если Христос воскрес, то и мы воскреснем. Если Христос не воскрес, то тогда, конечно же, не надо говорить. И поэтому он продолжает, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Он соединяет эти две вещи. И потом в 14 стихе говорит, а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Воскресение необходимо для проповеди. Если нет воскресения, мне здесь не стоит стоять. Дальше он добавляет второе. Воскресение важно для нашей веры, необходимо просто для нашей веры. Посмотрите, 14 стих заканчивается. То и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Если нет воскресения, нету верующих. Во что тогда верить? Дальше еще он больше, он ставит теперь себя в неловкое положение. В 14 стихе говорит, притом мы. Третье очень важно для проповедников. Мы. Это те, кто проповедует воскресение, Евангелие. Мы оказались бы лжесвидетелями о Боге. То есть лжецами оказались проповедники. Потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал. Если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. Итак, для проповедников это очень необходимо. Потому что если нет воскресения, проповедники лжецы. Очень много на кону стоит. Скажите, слишком много он все привязывает. Проповедь, нашу веру. Всех проповедников ставит в зависимость от воскресения. А вдруг нету? Тогда все это теряет. Он говорит, да, да, да. Я еще не закончил свой аргумент. Это еще необходимо, важно, 17 стих, для вашего спасения, дорогие. 17 стих. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Другими словами, ваше спасение под вопросом. Если нет воскресения Иисуса Христа, если Христос не воскрес, нету спасения, нету прощения грехов, нету искупления. Помните, в прошлом воскресении мы говорили о том Евангелии, которое он провозглашал. Он говорит, напоминаю вам, братья, Евангелие. Кто помнит пять слов? Давайте мы повторим. Христос умер за наши грехи. Или за грехи наши. Помните, пять. И запятая. И воскрес. Если воскресения нету, ставится под вопрос все, что было вначале. А действительно ли умер за наши грехи? А все ли мои грехи искуплены были на кресте? Как я могу убедиться? Помните, мы говорили, что Бог с небес получил оплату в виде Иисуса Христа. Христос на кресте заплатил за нас наш долг. И Бог в доказательство, что Он получил эту оплату сполна. Он говорит, я воскрешаю Христа из мертвых. В доказательство. Это своего рода чек. Он дает, говорит, смотрите, по нулям все оплочено. Счет полностью по нулям оплочен. Я воскресил Его из мертвых. И поэтому, если нету этого счета, если нету этого ресита по-английски, на котором по нулям все оплачено, ставится под вопрос наше спасение. Он говорит, и еще на этом нет. Важно также для всех верующих. Всех времен. 18 стих. Поэтому и умершие во Христе погибли. Для верующих. Абсолютно для всех верующих, которые погибли прежде, которые умерли. Поэтому и умершие во Христе погибли. Он говорит, вы знаете, не только это вас касается. Если Христос не воскрес, все те поколения верующих, которые умирали до вас, погибли сейчас. Он говорит, и последнее. 19 стих. Воскресение важно для вашей радости. И если, 19 стих, мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. У нас счастья нету. У нас нету радости. Радости жизни. Если нет воскресения Иисуса Христа, верующих нужно реально пожалеть. Прийти в церковь и сказать, бедные вы люди. Ведь они же жертвенно служат. Они друг другу служат. Они окружающему миру служат. Они говорят, нет греху. Они борются со своими вредными привычками. Они стремятся к святости. Они много отдают времени своего Богу, Его Церкви. Они много финанс жертвуют. Они молятся. Они поют. Они проповедуют. Они каждое воскресение в церковь. И если нет воскресения Христа, надо прийти и хоть пожалеть. Знаете, представьте ситуацию. Если бы у вас был богатый родственник, а вы бедный родственник. Несложно представить, да? Первую часть. Вторую часть. Ну, представьте, что у вас богатый родственник. И он уже пожилой, а вы бедные. И знаете, что думаете вы, да? Наследство. Наследство. Когда-то будет наследство. Жду. И вот вы ждете, ждете, когда же этот бедный родственник, вернее, богатый родственник, пойдет на небеса к Богу. И вот он умирает, и вам достается часть наследства. Делится среди родственников, и вам достается часть наследства. Замечательный сценарий. Если это так, то вот эта ваша бедность временная сейчас, она как-то легко переносится. Потому что вы взираете на ту награду, которая вас ждет когда-то через месяц, через год, через пять. Я буду сейчас проголод жить, но я смогу это все преодолеть, потому что есть надежда. А теперь это же самый родственник. Богатый. Есть надежды. Вы бедные. Ждете, 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 умирает. Вы приходите на раздел весь этот. Читается бумага, которая говорит, кому что достается, и всем родственникам достается, а вам не достается ни копейки. Вот та самая бедность ваша и лишение, и страдания вдруг становятся еще тяжелее. Согласитесь? Еще труднее. Преодолевать это все. За что-то надежаться. Вот Павел говорит, поймите, что если нет воскресения, все вот эти сферы, они опадают, они разрушены. И когда я исследовал этот текст, я немножко даже напугался. Слишком много он привязывает к воскресению Христа. Если его нету, все в христианстве падает. Все в христианстве зависит от воскресения. Это очень опасная и, с другой стороны, очень сильная позиция. Почему? Опасное, если вдруг действительно нет воскресения, все это рушится. И поэтому 20-й стих начинается с какого слова? Но! Но! Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Давайте мы посмотрим на эти доказательства. Почему он уверенностью может говорить «но»? Он ставит все под сомнение, но говорит, все зависит от воскресения Иисуса Христа, но Он воскрес. Он красиво это делает, и все захвачены. Как же это так? Все зависит от воскресения Иисуса. Да, да, да. Он уверен? Кто может так говорить? Тот, кто уверен. Он строит весь этот аргумент и говорит, а у меня есть хорошее алиби. У меня есть доказательства. Сейчас я вам покажу. Давайте мы честно поразмыслим. Давайте переходим ко второму. Доказательство воскресения. Есть конкретные исторические события, свидетелями которых мы не являемся, но мы уверены, что они были. Это реальность. Ну, к примеру, возьмем первого президента Америки. Дети, помогите мне. Кто был первым президентом Америки? Джордж Вашингтон. Спасибо. Теперь вопрос еще сложнее. Очень сложный вопрос. Кто верит, что Джордж Вашингтон был первым президентом Америки? Пожалуйста, поднимите. Это серьезно. Это очень проверка. Очень много скептиков. Я верю, что он был первым президентом Америки. Половина из вас сомневается. Я не был, я не трогал его. Все. Почему мы уверены, что он был первым президентом? Подумайте об этом. Серьезно. Мы же были там? Нет. Видеозапись видели? Нет. На основании чего мы сейчас думаем, что он был первым президентом? Потому что у нас есть какие-то доказательства, какие-то сведения, какие-то документы, по которым мы определяем, что сейчас прошло уже столько столетий, и мы говорим, да-да, он был президент. Или чуть дальше подвинем. До пришествия Иисуса Христа, 44-й год, Юлий Цезарь был предательский, заколот в Сенате. Вы верите, что он был предательски убит? Ну, кто историю знает, скажет, да. Как бы это исторический факт. Кто-то был там? Видеокамера, запись? Нет. У нас есть определенные документы, причем неоригинальные, копии, 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 дошли до нас, и мы с чем-то говорим, это вот факт. На основании чего? Есть определенные вещи, которые историки вникают, исследуют, соединяют и говорят, да, вот это может быть обман, а вот это реальность. Почему? Какие факты? Как? Как сопоставить все? И поэтому я вас приглашаю сегодня стать небольшим детективом для того, чтобы сделать серьезные наблюдения, использовать критическое мышление и сделать серьезное основание, утверждение сделать. Христос исторический воскрес. Первое. Первое доказательство – это Писание. Первое доказательство – это Писание. В начале этой главы мы в прошлое воскресенье обратили внимание на 3-4 стихи. Я хочу вас пригласить еще раз. Ибо я первоначально преподал вам, это Павел говорит грекам, я проповедовал вам, передал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, и он добавляет очень важную деталь, по Писанию, запятая, и что погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Итак, воскресенье было по Писанию, и никто не остановился, сказал, подожди, 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 что это такое? Не согласен. Нету такого? Есть. Есть. Люди, которые в то время соприкасались с этим утверждением, что Христос воскрес по Писанию, знаете, какая у них реакция была? Когда они слышали по Писанию, воскрес по Писанию, у них сердце сокрушалось. Иллюстрация, пожалуйста, откройте книга Деяния, вторая глава, это самая первая евангельская проповедь вообще во Вселенной. Книга Деяния, только-только, это день, когда родилась церковь, это первая проповедь, теперь уже после воскресения, смерти, воскресения, и Христос уже вознесся, и первая проповедь Петра на день Пятидесятницы, он встает и объясняет, говорит, что мы не напились, мы исполнились Духа Святого, и мы проповедуем. Евангелие обращает внимание на Иисуса Христа. Вы знаете, какую часть занимает этой проповеди именно ничто другое, как воскресение Иисуса Христа? Откройте 2 глава Деяния, 22 стих. И далее. «Мужи израильские, выслушайте слова сии. Иисуса на заре, мужа засвидетельствовал вам от Бога силами, чудесами, знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. И никто в этот момент руку не поднимает, подождите, подождите, я этого не знаю». Нет, никто все это знает. «Сего по определенному совету и предведению Божьему преданного вы взяли и, пригвоздив руками, беззаконных убили». Никто не говорит, «Не, не, подожди, это какая-то историческая ошибка, такого не было 50 дней назад». Это все произошло. Но, опять наше «но». 24 стих. «Но Бог воскресил его, его расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». И тут все, подожди, подожди, где доказательства? 25 стих. «Ибо Давид говорит о нем, видел я», и цитата Ветхого Завета, Писание, «видел я пред собой Господа всегда, ибо он одесну и меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть ленья. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим». Мужи и братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о процедавиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Другими словами, эти слова, эта цитата неприменима к Давиду. А кому что-то ее применить? Будучи же пророком, и зная, что Бог склятывая, обещал ему от плода чресов его воздвигнуть Христа, то есть Мессию, по плоти и посадить на престоле его, он прежде всего сказал, прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему мы свидетели. Он привязывает воскресение Иисуса Христа к Писанию. Это в Ветхие Заветы вам говорит. 37 стих. «Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья? Петр же сказал, покайтесь. И докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Итак, апостол Павел говорит по Писанию. Почему? Это сильнейший аргумент. Оно гармонизирует Писание, которое сегодня даже вы пойдете, я уже не раз говорил, поедете в Израиль, пойдете в музей возле Черного Мертвого моря, и вы найдете свитки Мертвого моря, датированные 100-200 лет до Рождества Иисуса Христа, и там пророк Исаия, и там пророки, которые говорят о страдании, о смерти, о воскресении Иисуса Христа. Пожалуйста. Это факты. Народ израильский, столкнувшись с этими фактами Писания, они сокрушились сердцем. Второй аргумент – это аргумент свидетелей, доказательства того, что Христос реально воскрес из мертвых. Это историческое явление. Были свидетели, потому что мы в прошлое воскресенье обратили внимание, смотрите, пятый стих продолжается в этой же 15 главе. «И что явился Киев, и потом 12, и потом явился более, нежели 500 братьям, в одно время из которых большая часть до ныне в живых». Почему он перечисляет еще, потом и себя перечисляет? И он говорит, знаете что? То, что Христос воскрес, подтверждается свидетелями, которые его реально видели. Говорит, не верите? 500 человек, которые до сих пор в большинстве живут. Я пишу вам послание, а на вашей улице через дорогу живет тот свидетель, который видел, «Нет, купите билет, поедьте в Палестину, найдите тех 500 свидетелей, которые видели воскресшего Христа, удостоверьтесь». Другими словами, люди в Каринфе могли удостовериться, удостовериться, взять телефон, позвонить, текст-месседж, имейл, удостовериться, что это факты. И никто не распространяет, «Не-не-не, подожди, ни одного нету свидетеля». Они могли удостовериться. Третье очень важное доказательство – это доказательство измененной жизни. Доказательство измененной жизни. Смотрите, 8, 9, 10 стихи. «Я после всех явился и мне, как некоему извергу». Ну, честно, я не называл себя извергом. «Когда кто-то может говорить о себе, как о изверге? Я был изверг. Помните, мы говорили, это как рожденные от аборта. Ибо я наименьший из апостолов и не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию, но благодатью Божию есть им то, что есть им». То есть, другим словом, тот, кто я есть сейчас, я изменился. Дорогие, вы читали, вы, наверное, знакомы, я вам напомню буквально несколько элементов страданий, смерти Иисуса Христа и воскресения, и как на это все реагировали его ученики, 12. Так вот, та вся история не представляет их в лучшем свете. Вот кто-то говорит, знаете, просто ученики собрались и придумали историю воскресения. Так вот, они не могли этого придумать, потому что в той истории, если бы они ее придумали, они себя очень некрасиво представили. Очень некрасиво. Если ты будешь выдумывать, то у тебя будет всегда склонность представить себя немножечко получше. А там они как представили? Они не верили, что он будет страдать. Они не принимали эту идею, они противились этой идее, что он должен пострадать и умереть. Скажите, что это? И это апостолы, вот эти столпы церкви, да-да-да, это вот они. Более того, они были самоуверены, мы тебя не предадим. А что они сделали? Они его предали, и Петр отрекся от него. И если Петр потом объясняет другим, как записать Евангелие, и представляет воскресение Иисуса Христа, ну Петр, ну хотя бы скажи, ну хотя бы два раза отрекся. Говорит, нет-нет-нет, три раза отрекся. Они не представляют себя в лучшем свете, они представляют себя то, кто они есть. Почему? Потому что это исторические факты, они передают реальность жизни. И вы знаете, кто может говорить о своем нехорошем прошлом, криминальном прошлом, криминальном прошлом? Я гнал церковь, он говорит, девятый стих, апостол Павла. И не достоин называться апостолом, потому что гнал церковь, он убивал, садил в тюрьму невинных людей. Криминальное прошлое. Кто может, видите, так публично говорить о своем криминальном прошлом? Тот, кто уже этим не занимается. Согласитесь. Тот, кто уже это оставил. Он говорит, это прошлое. Я раньше был такой, но теперь я другой. Если этот криминал еще не поменялся, он не будет выходить и говорить, знаете, я вот сейчас буду вас садить в тюрьму. Он говорит, это было, а теперь уже другое. Теперь благодатью я другой совсем. Я изменился совершенно. Свидетельство измененной жизни действует уже 2000 лет. потому что я тоже негодяй такой же, как и Павел. И многие верующие, если вы встречаете их, они говорят, хорошо одеты, и у них всегда было все замечательно. Поспрашивайте их после собрания. Скажите, ты всегда такой был в беленькой рубашечке? Да ты чего? Да Бог меня изменил. Я был другой. У нас нет возможности сегодня всем рассказать свидетельства, но мы были другими, поверьте. И Бог изменил. Это доказывает воскресение. Следующее. Последствия. Последствия. 19 стих. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Почему? Я уже немножко сказал об этом. Потому что их жизнь значительно отличалась от окружающих. Значительно. Если вы сегодня выйдете на улицу и проведете такой эксперимент любого проходящего на улице прохожего, остановите, скажете, дорогой, у меня есть вопрос к тебе. Скажи мне, если Христос не воскрес, у тебя жизнь поменяется или нет? Так какая у меня разница? Христос воскрес, не воскрес? У меня ничего не изменится в жизни. Спасибо. Следующий вопрос. Если Христос не воскрес, у тебя что-то изменится в жизни? Да вы что? Нет, не изменится. Нет. И вы потом встретите апостола Павла и спросите, слушай, если Христос не воскрес, у тебя в жизни что-то изменится? Да вы что? Конечно же, да. Конечно же, да. Почему? Потому что проповедь о воскресшем Христе, она была юродство для слушающих. Другими словами, глупость для них. Над ними смеялись, над ними издевались. Дорогие, кто умрет за ложь или за глупость? Никто. Все, кроме одного апостола, умерли мученической смертью. Они за это готовы были заплатить. И у них не было никакой выгоды от проповеди воскресения Иисуса Христа. Никакой. Вплоть до своей жизни. Они потеряли все. Зачем же тогда проповедовать? Знаете, римские императоры первые 300 лет жестоко преследовали христианство. Почему? Император считал себя Богом. Говорит, все должны почитать и поклоняться императора Бога. Христиане стоят и говорят, нет, есть один только Христос, есть только один Бог, и мы ему служим. Говорит, нет, так не может быть. И 300 лет христианство было гонимым, преследовалось, их сжигали, их убивали, скармливали зверям на аренах. Их жестоко гнали. Есть свидетельство этому. Откройте евреям, евреям, 10 глава, 32 стих. Серьезные последствия следования за Христом были те 300 лет. И сегодня вы пойдете в поселок и вы думаете, все будут просто восхищаться вашим христианством. с каждой группой, к которой мы вчера ходили, у каждой группы было хотя бы один дом, который сказали, мне это неинтересно, отойдите. Евреям, 10 глава, 32 стих. Намного жестче, конечно, мы здесь не переживаем таких трудностей. «Вспомните прежние дни, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившись в таком же состоянии, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее, неприходящее. Приходят собрания домой, а у вас дом весь разграблен. Ничего не осталось. Их преследовали страдания, гонения. Если нету воскресения, если это 12 учеников договорились просто какую-то идею, которая не была настоящей, то есть ложь, кто за ложь пойдет на такие страдания? Почему за 300 лет христианство захватило всю Римскую империю настолько, что Константин говорит, лучше быть христианином, я буду христианским императором, и христианство становится религией всей Римской империи. Итак, последствия. Почему они продолжали говорить? Деяние, 4 глава, 20 стих. Деяние, 4 глава, 20 стих. Просто ясно. Петра и Иоанна запугивает Синедрион и говорит, перестаньте, нельзя проповедовать. 20 стих 4 главы. Но мы не можем не говорить того, что видели и слышали, и за это они погибли, пострадали. Мы не можем молчать, то, что мы видели, это факт. Последствия, которые следовали за проповедью о воскрешенном Христе, не остановили. Следующее. Чудо. Чудо. 20 стих начинается «Но Христос воскрес из мертвых первенец из умерших». Вот противовес всей вот этой логике, выстроенной очень красивым образом апостолом Павлом, он говорит «Но Христос воскрес». Он смело говорит о чуде. Дорогие, это не то, что вы разговариваете с соседями каждый вечер и говорите «Слушайте, у меня тоже вчера родственник воскрес, а у меня завтра воскреснет кто-то». Мы в церковь сходили еще во время служения, пять человек воскресло. Как бы привычное разговор. У нас таких нет разговоров. И тогда не было, и ни у кого нет. И когда кто-то говорит о воскресении, он говорит «Подожди, подожди, это не вписывается в нашу физику, химию, биологию, науку в нашу». Он говорит «Совершенно верно». Почему? Потому что мы говорим о Боге. «Если Бог создал землю, и Он всем управляет, то уж, простите, законы природы для Него ничто». Он их может вспять развернуть. Другими словами, Он смело говорит о воскресении, потому что говорит, как раз то, что самое сложное принять является самым сильным доказательством, что мы имеем дело с живым Богом, не с какой-то вымыслом человеческим. Чудо. То, что наиболее сложно принять и поверить, является сильнейшим доказательством того, что мы имеем дело не с человеком, а с Богом. Следующее. Будущее. Будущее. Наше будущее. 20 стих. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Мы следующее воскресение детально будем говорить о нашем с вами будущем воскресении и как это важно для нас сегодня. Только немножко хочу подчеркнуть, что Павел здесь говорит о нашем воскресении, потому что в 12-13 стихе он связывает две вещи. Я уже говорил, если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых. То есть верующие люди воскресения мертвых, если нет воскресения мертвых, то Христос не воскрес. 16 стих. Если мертвые не воскресают, то Христос не воскрес. И потом он говорит, нет, Христос воскрес первенец из остальных, которые тоже воскреснут. Первенец из умерших, тех, которых тоже ожидают воскресения. Дело в том, что здесь он соединяет две вещи. Знаете, есть двигатель в машинах, и есть колеса, которые двигают машину на дороге. Но чтобы двигатель, который работает и хороший, и колеса двигали машину, их нужно соединить. Знаете, да, об этом? Трансмиссия необходимая, коробка передач. Нужно связать двигатель с повседневной жизнью нашей. Так вот, он говорит, что та самая трансмиссия веры, Бог посредством веры соединяет будущую реальность верующих с настоящей жизнью, в которой они сейчас живут. Это так самая вера, о которой мы говорили, в богатого родственника. Что ваше настоящее сейчас движется посредством веры, которая соединяет с реальностью вашего родственника, который когда-то передаст вам все наследство. И это вера. И она действует на ваше настоящее. Это тот двигатель, который посредством веры Бог соединяет с вашим настоящим. Еще пару очень интересных доказательств. Сейчас нам нужно выйти из этого текста. Это женщины. Дорогие, приближается день матери, надо отметить. Так вот, откройте Евангелие от Матфея, 28 глава. Само описание воскресения Иисуса Христа. Посмотрим первые семь стихов. Я потом задам вам вопрос, что здесь необычного? 28 глава, Евангелие от Матфея, с первого стиха. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, одежда его бела, как снег. Устрашившись, его стерегущие, это воины, пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас Галилеи. Там Его увидите, вот я сказал вам. Поставьте себя в контекст первого столетия. Что вас должно побеспокоить, когда вы читаете это свидетельство? Ну, уже ответ женщины, да? А в чем проблема? Проблема не в женщинах. Замечательные женщины. Проблема в культуре того времени, что если в суде появлялись свидетели мужчина и женщина, свидетельство мужчины считали, а женщины говорили, иди домой. Ее свидетельство не воспринималось всерьез. К сожалению, так было. Вот такая вот была культура того времени. И если бы ученики сидели и создавали такую интересную идею, как бы давай придумаем воскресение Христа, то чтобы аккредитировать ее, им нужно было рассказать так, что первый день недели с разными мастями идет Петр и Ян. Пришли тут и удивились. С нами ангел разговаривал. Все говорят, вот это заслуживает внимания. Оно идет контрпродуктивно, кажется. В той культуре не воспринималось свидетельство женщин как всерьез, к сожалению. Но это и говорит о том, что Бог не идет по культурным контекстам и пытается заработать уважение у тех людей, которым мнение только мужчин считается. Говорит, нет, я буду через женщин свидетельствовать. Потому что это реальность. И последнее, необычное. В какой день недели Христос воскрес? Скажите мне. Первый день недели. В воскресенье Он воскрес. Матфея, 21 глава, да? Ой, извиняюсь, 28 глава. Мы читали как первый стих. Что-то написано. По прошествии же субботы на рассвете первого дня недели Христос воскрес. Откройте Деяние 20 глава. Несколько текстов мы посмотрим и сделаем очень серьезный вывод. 20 глава, 7 стих. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба. То есть вечерю церковь собиралась и праздновала в первый день недели. Тот день, когда Христос воскрес. Первая Коринфянам, 16 глава. А когда церковь делала сборы? Первая Коринфянам, 16 глава, 2 стих. В первый день недели каждый из вас, пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. То есть определенные пожертвования отделялись для Бога первый день недели, когда церковь вместе собиралась. Откровение, 1 глава, 10 стих. Самое важное откровение, которое он передает о будущем, Бог, Иисус Христос, его передает в 10 стихе Иоанну, апостолу Иоанну. «Я был в духе, Иоанн говорит, в день воскресный. И слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил, я есть альфа и омега, первый и последний. И затем Христос ему открывает пророчество о будущем в воскресенье». Знаете, до сих пор, тысячи лет, народ израильский поклонялся Богу в субботу, шаббат. Они поклонялись Богу в определенный день. И это было предписано. И чтобы сейчас оставить субботу евреям, таким как Павел, таким как Петр, этим тем верующим, и перейти на другой день Бога поклонения, должно быть что-то серьезное, заслуживающее такого внимания, что сказать, ставим крест на прошлые тысячах лет и начинаем с воскресенья. Иисус воскрес в первый день, и это заслуживает, чтобы переработать всю систему иудаизма. Именно в этот день воскрес. Итак, это доказательство того, что Христос в первый день недели, около двух тысяч лет назад, реально воскрес. Этому были свидетели. Эти свидетели готовы были заплатить. Об этом свидетельствует Писание. Об этом свидетельствуют тысячи, миллионы людей на протяжении этих двух тысяч лет. У меня вопрос. Что вы сделаете, или как вы поступите с воскресшим Иисусом Христом? Ваша реакция на это все. Если Христос действительно воскрес. Первый аргумент. Все в христианстве зависит от воскресения Иисуса Христа. Сильный аргумент. Если его нет, то все падает. Но затем он строит аргумент, говорит, но Христос воскрес. А если это так, какая наша реакция? В 1998 году журналист чикагской газеты «Чикаго Трибюн» Ли Стробелл, выпускник Yale Law School, то есть Ельской школы юристов, это очень престижная школа, очень престижная газета и очень серьезная работа, журналист опубликовал книгу «Case for Christ», по-русски перевод, скорее всего, «Христос» под следствием, если не ошибаюсь. Причина, почему он эту книгу написал, очень проста. Он был атеистом, но его жена в определенное время встретилась со Христом и уверовала в Бога, обратилась в христианство. Стала верующей. Он, будучи атеистом и будучи очень хорошим журналистом, решил, я построю очень убедительный кейс и построю убедительный, чтобы убедить ее оставить эту веру. Я исследую глубоко, и он взял именно самую сердцевину христианства. Я говорю, я опровергну воскресение Иисуса Христа. Он сделал глубокое исследование, серьезное наблюдение, исследовал все тексты, исследовал всю историю. И натолкнулся на серьезные факты воскресения Иисуса Христа. В итоге он сам искренне обратился к Богу и написал эту книгу. Дорогие, если Христос не воскрес, идите домой, живите как хотите, и как вам хочется, будем радоваться и веселиться. Но если Христос воскрес, то тогда он ожидает определенной реакции. Однозначно. Деяние 17 глава, откройте, пожалуйста. Если Христос воскрес, этот факт требует определенной реакции. Деяние 17 глава с 30 стиха. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа Иисуса Христа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых, услышав о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время. Итак, Павел вышел из среды их, некоторые же мужи, пристав к нему, уверовали. Между ними был Деянисий и Ариапагид, и женщина именем Дамарь и другие с ними. Воскресение Иисуса Христа требует реакции, решения. Или ты засмеешься, скажешь, это меня не убеждает, а вернее, я не хочу просто покориться этой жизни, я хочу сам для себя жить. Потому что если Христос воскрес, значит, я должен посвятить свою жизнь Ему. Значит, я должен отказаться от своего Я ради Его цели. Это серьезный вопрос сегодня звучит каждому из нас, всем. Всем. Если Христос воскрес, Павел говорит, и так оставляя времена, не ведя Бог, ныне поверевает людям, всем повсюду покаяться. Второе Тимофея. Для тех, кто верует, те, кто верующие, пришли сегодня в Дом Божий, воскресение Иисуса Христа тоже должно каким-то образом и на вас повлиять. Второе Тимофея, 2 глава, 8 стих. Второе Тимофея, 2 глава, 8 стих. Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему. Помни Иисуса Христа воскресшего. Что это значит? Это не значит, что вот вечная память. Нет. Это осознание Его присутствия в моей жизни. Вера в Иисуса Христа, Он говорит, должна тебя преображать. Помни Его воскресшего. Если Христос не воскрес, то ваша жизнь не меняется и не может измениться. Но если Христос воскрес, и помни Его, потому что эта реальность будет тебя менять, будет тебя преображать. Она изменит твою жизнь. Я хочу пригласить вас сейчас встать, и мы помолимся. Мы помолимся и поблагодарим Господа за то, что Он дал нам серьезные доказательства воскресения Его Сына. А значит, однажды и мы, если умрем, воскреснем. Помолимся. Господь наш и Бог. Мы сегодня празднуем этот праздник. Этот праздник имеет серьезные основания. Это историческое явление. Христос воскрес из мертвых. Сегодня никто нигде не может найти Его тело. И не найдут уже две тысячи лет. Потому что Его тела здесь, на земле, нет. Об этом свидетельствует Писание. Об этом свидетельствуют те очевидцы измененной жизни. Много деталей, которые в этой истории открывают, что это реальное действие Божье. И мы сегодня свидетели этому. Для нас очень важно помнить воскресшего Иисуса, Иисуса Христа. Потому что это то, что меняет нашу жизнь. Мы можем спокойно преодолевать трудности, лишения, волнения, боль, страдания. Потому что верою мы соединены с будущим, с воскресением. Господи, мы просим о тех, у кого еще нету этой связи между воскресением Христа и их измененной жизнью. Мы знаем и верим, что на основании Писания это соединяется посредством веры. И сегодня это повеление звучит абсолютно каждому. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Господи, мы прославляем Тебя и благодарим за простоту Евангелия, которая сегодня доступна нам. Мы благодарим Тебя за победу. И дай, чтобы мы жили в свете этой победы над смертью, над грехом. Ты нас простил, у нас светлое будущее. У нас есть основания нашей веры. Слава Тебе, наш Господь и Бог. Аминь.